Западная Сибирь это своего рода индикатор глобального потепления. Из-за контрастности климата многие изменения здесь более резкие и начинаются на несколько лет раньше, чем в других арктических регионах планеты. Двуокись углерода один из основных парниковых газов. Он бывает антропогенным, то есть выделенным в результате деятельности человека, и природным. Растения, прочая органика, падают на землю слой за слоем и так тысячи лет накапливаются в почвах. В Сибири все это заморожено мерзлотой, но при повышении температуры на планете может разморозиться. Такие потенциальные источники углекислого газа контролировать намного сложнее. Допустим, расконсервация древнего углерода произошла. Чтобы он окислился и превратился в СО2, нужны определенные условия. Например, присутствие бактерий, минеральных веществ или доступ к кислороду. В мерзлотном слое могли, например, содержаться сахара, молочная кислота, а также азот, фосфор, кальций, которые необходимы для работы микробов и вовлечения древнего углерода в биогеохимический цикл. Их и начали искать в почвах ученые Томского госуниверситета. В 2013 году они выиграли мегагрант под руководством ведущего ученого обсерватории Миди-Пиренейс Олега Покровского. Один из фокусов этих исследований – наземные экосистемы Западной Сибири, ее арктические зоны. Ученые должны оценить, как в теплеющем климате меняются природные и климатические процессы. И сразу раскроем интригу. За несколько лет исследований таймичи не нашли в наших почвах ничего криминального. Единственный пул, который может выстрелить, это мерзлые торфяники. Если сравнивать Западную Сибирь с Якутией, то у нас меньше реактивного углерода в минеральных мерзлых породах. Потому что в Голоцене Сибирь, в отличие от Якутии, оттаивала глубже, и часть лишнего углерода выделилась уже тогда. Оптимум по температуре был около 7 тысяч лет назад. Торфяники росли по 1 см в год, как на дрожжах. Поглощали углекислый газ, выделявшийся из-за потепления. Сейчас, похоже, по скорости торфонакопление наблюдается на Васюгане. Сами экосистемы пытаются уравновесить содержание парниковых газов. Это очень интересная система. Из-за повышения температуры увеличивается продуктивность наземных экосистем, оттаивает почва, разрастаются кустарники и травы, лучше себя чувствуют растения-торфообразователи на болотах. Они подключаются к процессу фотосинтеза, то есть поглощения углекислого газа и выработки кислорода. Растущие корни осушают почву, появляется возможность расти большим растением, который поглощает еще больше СО2. Может ли природа компенсировать весь вред о деятельности человека? Наверное, нет, потому что концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти. Мы должны помнить об этом и прикладывать все усилия, чтобы изменить ситуацию. Чтобы строить достоверные прогнозы по климату, нужно учитывать все факторы, а это сложно. Подсчитать итоговый баланс с большей достоверностью сможет только искусственный интеллект. Такая система в ТЭГУ сейчас готовится. В 2024 году состоится открытие Центра AI в исследованиях и оптимизации углеродного следа.